А эти тучи голубом напоминают мой, напоминают старый дом. Звонкие голоса артистов и проникновенная мелодия. На этом концерте трудно усидеть на месте и не пуститься в пляс. Некоторые зрители не удержались и станцевали вальс, ещё в ожидании выступления любимых артистов. Многие пришли в зал всей семьёй. Поэт-бабушка Наталья Семёновна Кроткова. У нас семейный выход. Мы каждый год приходим на отчётные концерты, её поддерживаем. Очень хорошо, нам очень нравится. 65 лет выступлений – это больше тысячи концертов не только на родной сцене, но и в учебных заведениях города и области, на предприятиях, в воинских частях и госпиталях. С самого начала здесь решили. Главное – сохранение традиций народного хорового творчества. Более 30 лет коллективом руководил заслуженный работник культуры России Анатолий Островский. А с прошлого года хор работает под руководством Владимира Мартовицкого. Нам песня строить и жить помогает. Понимаете? И вот особенно в таком возрасте, чтобы не сидеть дома, не лежать на диванах. Люди ходят, они, как говорится, приобретают здесь новые эмоции, новые знакомства. Геннадий поёт в хоре уже 24 года. Приехал во Владимир из Магадана, жил здесь с детьми и внуками. Сейчас все разъехались, а репетиции и выступления по-прежнему наполняют жизнь смыслом. А тут ковид привязался, а тут здоровье и нелады. И вот одно светлое пятно – это хор. Он мне скрашивает всю жизнь мою. Каким ты был, таким остался, орёл степыной, казак лихой. С юбилеем артистов поздравили городские власти. Коллективу вручили почётную грамоту главы города Андрея Шохина и благодарность областного департамента культуры. Вот эти несколько песен – это, конечно, что-то невероятное. Я думаю, со мной согласятся все, кто сидит в зале. Потому что не растрогаться невозможно. Вы посылаете в зал такую энергетику невероятную. В репертуаре артистов около 20 песен. Это народные и академические произведения, мелодии военных лет, романсы и современные композиции. В составе хора более 30 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Артисты отмечают, несмотря на почтенный возраст, они готовы снова выходить на сцену и радовать зрителей. Потому что я человек, который привыкла отдавать людям свою душу, свое сердце, ну и свои эмоции дарить. Потому что это великое счастье, я считаю. Я просто очень люблю людей и всегда рада, если их наполняет душу, наше исполнение их души. То есть если даёт им жизненную силу. В 1968 году хору было присвоено звание «Народный коллектив», а в 2018 – «Заслуженный коллектив народного творчества». Владимирцы надеются, что эти награды не последние. Екатерина Старикова, Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов.